Издательство «Эксмо» Евгений Блюм. Биомеханика. Методы восстановления органов и систем. Цель этой книги — увидеть за внешней оболочкой тела органы и системы жизнеобеспечения, понять, как и при каких условиях они работают надежно и долговечно, а при каких — неизбежно и закономерно будут давать сбой. В книге мы говорим, как без лекарств и операций сохранить и приумножить ресурсы здоровья. Основополагающий принцип методики направлен на поиск первопричины болезни и восстановление слабых звеньев организма для улучшения качества здоровья и активного долголетия. Введение. Мы четко понимаем, как работает автомобиль, компьютер, как вырастить здоровый плодоносящий сад, как построить дом. Не будучи профессионалом, не имея высшего специального образования, мы при желании вникаем, познаем, становимся не только пользователями, но и экспертами. Мы часто настолько профессионально беседуем с садовниками-агрономами, архитекторами-строителями, что они не в силах обмануть нас, схалтурить, оставить скрытые дефекты. Почему же мы с любовью и желанием познать глубины бытия не относимся к своему телу и здоровью, к лечению и восстановлению? Может быть, от лени, от нежелания, непринято, есть дела поважнее. Хочется перепоручить, передоверить или жалко времени и денег на процесс познания. Возможно, во всем виноваты медицина и врачи. Они так преподносят свои знания и свою работу, что стыдно усомниться в их компетенции. Хорошо, когда все хорошо. А если плохо? Если процесс лечения и восстановления не пошел по сценарию, что тогда? Что делать, когда счетчики включены, а время идет и работает против нас? Начать срочно вникать по принципу «гром не грянет, мужик не перекрестится». Список болезней расширяется и молодеет. Мегаполис с его искусственной средой обитания и цивилизационными социальными ценностями игнорировать все сложнее. Остается о себе и о своих детях, их здоровье, заботиться самолично, не передоверяя никому и не перекладывая ответственность на частно-государственные медструктуры. Мое искреннее желание – на одну-две ступени поднять уровень биомедицинской компетенции. Помочь понять азы и основы, которые не требуют глубинных познаний генетики, биохимии клеточного и субклеточного уровня. Моя цель – передать междисциплинарный уровень знаний медицины на понятном языке примеров, аналогий, здравого смысла, личного и профессионального опыта. Моя задача – обучать взрослых и детей любить, ценить, целесообразно тратить, восполнять и приумножать свое здоровье. Оценивать свое здоровье умно, адекватно, реалистично, видеть в нем слабые звенья и тенденции к убыванию или росту. По профессии я врач и эксперт в области биомеханики движения, по натуре ярый и яркий представитель людей, для которых биологическое и физическое начало первично. Здоровье первично. Оно важнее знаний и денег. Здоровье – это ресурс, который нужно сознанием сохранять и приумножать. Как слушать книгу? Я пишу одностраничники, постоянно и ежедневно. Лично я не читаю книги и прочую литературу. Я ее обрабатываю. Пишу с детства в стол, чтобы разложить по полочкам и ящикам. Тогда можно спокойно спать. В моей писанине есть много автобиографичного. Есть позитивная психология личности, как делать науку и открытие, как сортировать людей, явления, события. У меня свой взгляд на политику, историю, искусство. Хотя я не историк и не политик. Книгу из моих текстов собирал не я, собирали мои родные и близкие. Следующие книги будут собирать тоже они. Почему? Потому что я писатель, а не читатель. Там, где я читатель, за текстами вижу автора с его историей жизни, болезней, лечения, оздоровления, истории конкретной личности. Каждый, кто будет слушать, должен за текстом услышать автора. Дед однажды мне сказал, «Все живое делал Бог. Это его изобретение и творение. Поэтому надо понять, как он думал». Все рукотворное создали люди. Надо понять, как и чем они думали, как до этого дошли и к чему пришли. Уровень понимания, опыт лечения у каждой социальной группы свой. Нужно пройти нулевой уровень основ медицины, чтобы понимать происходящее в организме изменения и делать правильные выводы. В первом разделе «Капитализация здоровья» мы говорим о здоровье как энергетическом ресурсе для счастливой и полноценной жизни. Второй раздел «Инвестиционная медицина» посвящен видам медицины, тому, как человеку узнать, в какой медицине искать своего врача, метод, гарантии на успех и по каким критериям отличать профессионалов, как относиться к капитализации собственного здоровья. В разделе «Биомеханика» мы разбираем, что такое биомеханика, как наука о движениях, и вводим понятие «Слабые звенья», «Сильные звенья» и «Зона перехода». Четвертый раздел «Матрица здоровья» является основополагающим. Это мат-часть, на которой будут строиться разделы «Диагностика» и «Восстановительная стратегия». Продолжение следует...